Беларусь на пороге важной электоральной кампании. Единый день голосования пройдет в начале следующего года. Такой формат выборов депутатов всех уровней впервые. Уже дан старт подготовки. Активная фаза начнется летом. В условиях гибридных войн и обостренной геополитической обстановки создание эффективной системы безопасности в этот период – самое главное. Испытания на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошли успешно. На полную мощность он должен заработать уже в этом году. Это позволит ежегодно производить около 18,5 миллиардов киловатт-часов энергии и обеспечит около 40% внутренних потребностей страны. Также экономия средств, которые выделялись на покупку газа и вклад в развитие зеленой энергетики. В стране полным ходом идет заготовка травяных кормов. Темпы в три раза опережают прошлогодние. При этом ситуация по регионам существенно разнится из-за климатических условий. Больше всего скосили в Брестской области – 27%. В целом в Беларуси заготовлено 548 тысяч тонн сенажа, 124 силоса и 3 сена. В городе торжественно открыли спортивно-игровой кластер «Стритворкаут». Проект реализован при участии Могилевского обл. полкома. Площадку оборудовали на базе училища Олимпийского резерва. Комплекс с бесшовным полимерным покрытием, современными тренажерами, блоком «Урбанбол» и не только. С 29 мая по 1 июня администрация БЦБ проведет прямую телефонную линию. В понедельник принимать звонки будет главный врач. Оксана Крупенич ответит на любые вопросы жителей, которые касаются сферы здравоохранения с 12 до 13 часов. Обращаться можно по номеру телефона 8 0 225 72 72 68.